Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут доктор Игорь Игоревич Адобеков, я врач-инколог. Сегодня мы с вами разговариваем о народных средствах. И это грибы, и это лечебные грибы. Сегодня мы поговорим с вами о не самом изученном грибе, но о очень, скажем так, распространенном в лесах. Это лисичка. Лисичка обыкновенная, лисичка желтая. Мы с вами разберем, что входит в состав лисички, какие у нее полезные свойства, как она используется в народной медицине, что же нам известно с научной точки зрения, что доказано касательно лисички, какие есть побочные эффекты и противопоказания. Давайте начинать! Дорогие зрители, я хочу еще раз заметить, все эти вещи, которые я буду рассказывать, они не имеют достаточной клинической базы, потому что любое лекарство, допустим, чем стать лекарством, оно должно пройти ряд фаз испытаний, в которых определяют, насколько она хорошо всасывается, как она хорошо распространяется по организму, там выводится, чем почками, печенью, а что будет, если у человека плохо работает печень, почки, надо ли уменьшать дозу или не надо. Дальше определяют дозировки, определяют, насколько оно эффективно, насколько оно токсично. Дальше определяют побочные эффекты. И это все нам дает, ну, во-первых, это занимает многие годы, это все очень дорого, это исследование на пациентах, но зато мы получаем большой список, который называется инструкцией, и она официальная, она реально, она подтверждена исследованиями, а все, о чем мы с вами говорим касательно народных средств, они не проходили фаз, поэтому вы будете спрашивать, а как правильно принимать, какие должны быть дозы, не знаю, дозы неизвестны. Есть народные рецепты, все это осебятина, но в любом случае я не говорю, что народные средства не работают. На самом деле, многие народные средства и применение в народной медицине дает начало в будущем исследованиям. Допустим, заметили, что неплохо лечит желудок, а давайте-ка исследуем это средство у пациентов с желудком, с проблемами. И впоследствии многие народные средства, они становятся уже лекарствами, если они имеют хороший потенциал и находят, скажем так, спонсоров, которые смогут оплатить эти исследования. Поэтому все эти побочные эффекты, что я вам буду рассказывать, это от себя тена, это все на основе того, что мы имеем, на основе тех небольших данных, которые у нас есть. И часто на основе теоретических умозаключений, в том числе моих собственных. Поэтому, пожалуйста, не рассматривайте это как четкую инструкцию. Это все имеет проблемы с доказательностью. Однако же, все-таки, это средство крайне интересное. И в последние годы появляются все больше публикаций, изучающих, собственно говоря, описывающих разные свойства лисички. Так вот, давайте все-таки начнем с народной медицины, а потом перейдем уже к публикациям. И в народной медицине действительно используется лисичка для многих целей, ну, для улучшения зрения. Почему? Потому что в состав входит витамин А, и который нужен для зрения. Поэтому куриная слепота – это состояние, когда не хватает витамина А. А, соответственно, если в лисичках он есть, значит, и можно теоретически лечить куриную слепоту. Но это у тех, у кого глубокие дефициты витамина А. Далее, здоровье волос, ногтей, кожи. Ну, тоже тут все понятно. Если мы посмотрим состав, кстати, состав вот этого все, это уже официально, это четкие данные. Состав лисичек, он охарактеризован в научных исследованиях. Так вот, мы посмотрим, что здесь есть много и витаминов, и всяких разных минералов. Тут есть и полиненасыщенные жирные кислоты, фенольные соединения. Поэтому, в принципе, ну, можно тоже объяснить, что для здоровья, там, волос, ногтей, кожи – это неплохое средство. Далее, против гнойников мы знаем, что у лисички действительно есть доказанные антибактериальные свойства. Поэтому, и не только антибактериальные, они еще и противовоспалительные. Поэтому всякие болезни кожи, в принципе, это достаточно логично, что лечат лисичкой. Здоровье желудочно-кишечного тракта – тоже противовоспалительное действие. Там и пищевые волокна, и, по-видимому, есть желчегонные действия. Дальше, борьба с гельминтами. Здесь я пишу один месяц против аписторхоза. Аписторхи – это такие черви, которые живут в желчных путях в печени, могут вызывать воспаление в печени, задержку желчи, воспаление желчных протоков, могут даже впоследствии вызвать цирроз печени, даже повышают риск рака желчных протоков. И это просто народный рецепт, что надо месяц делать настойку, пить, кто-то делать на водке, кто-то просто сухой порошок водички, кто-то делает настойку на масле, на льняном масле. Масла, они обладают желчегонным действием, это тоже неплохо. Паразиты очень не любят желчь, и желчегонное действие, оно будет как бы выгонять паразитов. Как? И вообще, лисичка, как мы знаем с вами, это вообще одно из самых популярных средств в народной медицине, именно для борьбы с паразитами. Как к этому пришли, заметили, что действительно насекомые, они не откладывают там яйца, нет личинок, которые едят лисички. Подумали, что там есть какое-то вещество, которое может действительно очень хорошо уничтожать паразитов, и они прямо очень боятся лисичку. Об этом чуть-чуть попозже. Далее, убивает вирус гепатита С, и это больше к доклиническим исследованиям на клетках, то есть на людях это не доказано, лечит печень, тоже это из народной медицины. Надо два раза в день принимать в течение четырех месяцев, то есть долго, потому что гепатит С живучий, потому что печень долго восстанавливается. Учитывая желчегонное действие, в принципе, и антиоксидантное действие, в принципе, антиоксиданты и желчегонные, они не плохо для здоровья печени. Однако, надо быть осторожными, если есть, допустим, острый холецистит, воспаление желчного пузыря, есть камни в желчном пузыре, тогда все желчегонное будет достаточно, ну, может быть опасным. Хотя многим, даже с камнями, желчегонные едят спокойно, горько едят, жирно едят, без всяких проблем. Ну, и детокс, дезинтоксикация, тоже используется лисичка в народной медицине. Официальные данные, научные, здесь мы смотрим, что же входит в состав. Ну, во-первых, белок, грибы, там входят незаменимые именокислоты, то есть те, которые наш организм должен получать из гнии, он не может их синтезировать. Дальше, входит серотонин, это очень важно. Почему? Отсюда мы будем строить, я вам говорил, что здесь будет много отсебятины, в том числе мы их умозом заключили. Итак, сюда входит серотонин. Что такое серотонин? Серотонин, это неромедиатор, то есть он участвует в передаче нервных импульсов у нас в нервной системе. И также он у нас является гормоном. Серотонина очень много, соответственно, в мозге, в нервной системе, много в тромбоцитах, и много в желудочно-кишечном тракте. И там он тоже оказывает очень важные воздействия. Например, в тромбоцитах он нужен для того, чтобы помогать устанавливать кровотечение. В желудочно-кишечном тракте он нужен, чтобы ускорять продвижение содержимого по кишечнику, а также он сигнализирует об какой-то опасности, если мы съели что-то плохое, съели что-то токсичное, ядовитое, он будет в больших количествах выбрасываться, чтобы скорее кишечник и организм освободить от этого. То есть он будет вызывать послабление стула, диарею, он может вызывать тошноту, рвоту. Например, в онкологии мы используем препараты, которые будут блокировать рецепторы серотонина как раз. И они будут подавлять рвоту. То есть серотонин у нас прорвотное действие в больших количествах. А еще это гормон счастья, удовлетворенности, радости. И дефицит серотонина на самом деле связан с такими состояниями, как, например, депрессия, низкая самооценка, отсутствие сексуального влечения, также бессонница и беспокойство. Так вот, многие люди, которые принимали мицелли, лисички, они обнаружили у себя, что у них такое чувство возникает такой возбужденности, эйфории, энергичности, улучшать настроение. И некоторые для того, чтобы, допустим, вы знаете, что некоторые, когда нервничают, они начинают есть много продуктов, которые богаты трептофаном. А из трептофана у нас производится как раз серотонин, то есть для улучшения настроения. Это красная рыба, яйца, сыр, соя, ананасы, орехи, овсянка. И, кстати, препараты-антидепрессанты, они настроены на повышение уровней серотонина. То есть, лисички потенциально могли бы улучшить состояние, настроение, энергию повысить, кто постоянно утомленный, у кого плохое настроение, кто в депрессии, кто нервный, у кого нарушен сон. Кстати, серотонин нужен для того, чтобы производить гормон сна, мелатонин. И лисички в теории могли бы поднять либидо, то есть половое увеличение, половую функцию. Кстати, ряд других грибов, о которых мы с вами уже говорили, или будем говорить, смотрите плейлист по грибам, я оставлю ссылку в описании, тоже могут повышать половое увеличение, энергию. Некоторые улучшаются, некоторые наоборот, они стимулируют, поэтому надо есть только первой половине дня. Тема грибов на самом деле очень интересна, они все имеют свои уникальные свойства, и не нужно забывать об их существовании. И не даром сейчас настолько интенсивно идут сотни разных исследований различных грибов. И это именно исследования на реальных людях. Поэтому тема грибов крайне интересна, актуальна, смотрите обязательно плейлист в описании. Далее мы смотрим витамины. Витамин D, мы знаем, что есть витамин D в грибах. Кстати, в лисичках есть и витамин B12, но тут все-таки нужно больше исследований касательно его биодоступности, касательно, ну, его там не очень много, поэтому чисто, если, допустим, человек бегает чисто грибами, возможно, что не хватит ему восполнение дефицита, именно поедая грибы. Здесь вы видите всякие фенольные соединения, которые как раз дают эффекты иммуномодулирующему к двоте, антиоксидантные, противовоспалительные, и защитные на печень, на почки, например, на сердце. Здесь есть кверцетин, рутин, но в этом исследовании они не изучали конкретной концентрации. Но рутин, например, это биофлабоноид, который содержится в больших количествах в огречке, в оливковом масле, в спарже, в малине, он нужен для крепости сосудов, он помогает снизить проницаемость капилляров. Если кто-то страдает отеками, аллергиями, если у кого-то проблемы, например, варикосы, отекают ноги, то рутин – это вот такое неплохое средство, которое реально снижает отечность. Человек, например, после тромбозов. Эргостерол есть здесь. Эргостерол – это компонент стенки в грибах. Он имеет антиоксидантные противоопухолевые свойства, как раз антибактериальные противопирусные свойства. Их отписывают эргостеролом. Также мы знаем, что он помогает контролировать уровни холестерина и триглицеридов в крыле. И основа основ для грибов, что нас очень интересует, это бета-глюканы. Это то, что как раз доказано, стимулирует иммунитет и модулирует иммунитет и оказывает хорошее противоопухолевое действие. Это один из основных таких очень интересных компонентов в грибах. А теперь вы помните, я рассказывал, что это популярное средство против именно паразитов. Так вот, в интернете встречается такое вещество хиномоноза или хитиномоноза. Это такое хитиновоуглеводное соединение какое-то, которое якобы оказывает сильное противогельмитное действие. и вот если вы будете нагревать эту лисичку, готовить ее, то она будет уже разрушаться, начиная после 40 градусов, после 50 градусов. И вы не сможете получить такое классное противопаразитарное действие. Даже есть биотобавки с хитиномонозой, в литературе, в научном, официальном нигде никаких упоминаний нет о хиномонозе или хитиномонозе. Судя по всему, кто-то когда-то сделал какую-то рекламную акцию, рекламную информацию, какой-то препарат, в смысле БАД написал, все понесли, русские источники это подхватили, тоже понесли. То есть вот эта вещь я тут поставил с вопросами, потому что она очень сомнительная. Но я не говорю, что этот гриб не имеет противопаразитарных свойств, но они скорее всего все-таки за счет других веществ, типа бета-глюканов например, или эркостерола. И мы с вами переходим к доказанным эффектам. А это антиоксидантный эффект, это против клеток рака молочной железы, доказано, что помогает экстракты из лисичек, против ликоза, это все реально изучено в доклинических испытаниях. Насчет антипаразитарного эффекта. В народной медицине в ютубе вы можете увидеть всякие средства, что антипаразитарный эффект, тоже вам покажу исследование, далее противовоспалительный эффект, антибактериальный эффект и защита нервной системы, восстановление нервных клеток. Повторюсь, это все доклиническое, это все не на людях. В интернете вы можете встретить рецепты, аписторхи это такие черви плоские, которые живут в печени в желчных путях, которыми мы заражаемся поедая недостаточно обработанную рыбу, термообработанную. К сожалению, никаких исследований, подтверждающих реальную эффективность, не существует. Зато есть исследования, подтверждающие, что действительно лисички эффективны против трипанасомы. Это другой паразит одноклеточный, передающийся, ну они разные бывают трипанасомы, через насекомых обычно. И вот такое есть исследование, где говорится о том, что лисички эффективны против фасциолеза. Это тоже такие черви плоские, которые тоже любят жить в печени, в желчных протоках. И оказалось, что экстракт лисичек действительно способен уничтожать не только яйца, но и другие промежуточные формы этого паразита. Особенно учитывая, что сейчас эти паразиты, они приобретают нечувствительность к официальным препаратам аптечным, то, конечно, нам нужно искать что-то дополнительное. Кстати, я раньше рассказывал о черном тмении против паразитов. У него доказательная база больше, чем у лисичек, хотя тоже с клиническими испытаниями на людях проблема. Еще часто используют, например, чеснок. Его надо подавить сначала, чтобы там элицин образовался, а потом его принимать. Тоже есть разные рецепты. Но это все народная медицина. И, кстати, против вот этого паразита был эффективен еще плоский трутовик. Он был даже более эффективен, чем экстракт из лисичек. Еще одно исследование мышки. Выяснено, что лисички мазь с ними, мазь изготавливали, были не хуже, чем стандартные мазь для лечения ран. И лучше, чем просто плацебо или без лечения. То есть, раны заживали быстрее. Было меньше воспаления, было меньше бактерий и так далее. То есть, это доказанный эффект. Это к той теме, что в народной медицине лечат разные гнойники, фурункулы и так далее. Против кислородного голодания, то есть, если у человека, допустим, проблемы с сердцем, с легкими, может быть, низкий гемоглобин, аномия, кислорода мало, чтобы ткани меньше страдали, это средство помогало у мышей тоже. Свежая статья защита нервной ткани. Может снизить воспаление в нервной системе, может помочь потенциально при болезни антигейтера, нужно изучать. По побочным эффектам. Ну, газообразование, понятно, грибы, в принципе, не содержат хитин, волокна, которые вызывают газообразование у многих людей, особенно если есть избыточный бактериальный рост. Поэтому маленьким деткам, например, грибы не стоит есть, потому что незрелый желудочно-кишечный тракт, и может тяжело перевариваться. Далее, аллергии бывают, естественно, на грибы бывают, неприносимость индивидуальная. Далее, вот это беременность, кормление грудью тоже не стоит, потому что не доказана безопасность. Далее, чрезмерная возбужденность, диарея, тошнота. Что это такое? Я вам рассказывал, что есть серотонин, поэтому теоретически, если вы будете употреблять, например, мицелий, лисичек, особенно если будете в больших количествах, плюс вы будете употреблять что-то из вот этих препаратов, например, антидепрессанты, которые могут, они тоже, я вам говорил, воздействуют на серотонин, увеличивают его уровни. Мы можем вызвать супервысокие уровни серотонина. Вы помните, я вам рассказывал, он может вызвать тошнотуру, воду, чрезмерную возбужденность, вот это оно. Потливость, широкие зрачки, судороги, может быть, тремор, но это аспект больше теоретический, это я думаю, надо съесть очень много лисичек или мицелий лисичек. Это называется серотониновый синдром. Еще, что важно сказать, что при термообработке действительно вещества, фенольные соединения будут снижаться, антиоксидантные свойства лисичек будут снижаться. Поэтому, если вы хотите принимать лисички не просто там со вкусом, но если вы хотите с лечебной целью, то нужно, конечно, принимать их в не термообработанном виде. Рецептов много, либо можно брать мицелий, например, лисичек. Я специально купил ювелирные весы. Это на кукурузе мицелий. 1,45. Даже многовато. Буду 1 грамм. Ну, нормально. 1,03. Вкус такой специфический, но вполне нормально. Не противно совершенно. Я обязательно напишу в комментариях через 2 недели, через месяц свои ощущения. Может быть, я как-то буду модифицировать дозу. Ну, посмотрим. Обязательно читайте описание под видео. Там будет вся информация о моих впечатлениях. А я вам всем желаю счастья, здоровья и встретимся в следующих видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok